В Совете Федерации обсудили новый законопроект, согласно которому гражданам на самокатах, не соблюдающим ПДД, грозят штрафы в размере от 500 до 10 тысяч рублей за нарушение правил езды на велосипедах, электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности. В случае его принятия новые нормы вступят в силу с 1 марта 2024 года. Как обстоят дела с электросамокатами в Тверской области, смотрите в нашем сюжете. Электросамокаты — новое средство передвижения, которое обрело особенную популярность в последние годы. Часть горожан, активно использующих самокаты, отмечают, что плюсами такого транспорта выступают удобство и доступность. А вот пешеходы и водители отзываются чаще негативно и выступают категорически против электросамокатов и людей, использующих их на тротуарах и городских дорогах. Объясняя это тем, что из-за них комфортное передвижение по улицам стало невозможно. Впрочем, и действительно, в последние годы участились случаи ДТП с участием людей на электросамокатах. Мы решили выяснить, в чем заключается опасность такого транспорта и чего на самом деле стоит бояться. Своим мнением о прокатных электросамокатах делится активный пользователь такого транспорта — владелец трех электровелосипедов и электросамоката. Все эти прокатные самокаты держатся за то, что оплата идет по минутное. Не по километражу, а именно по минутное. 10 рублей в минуту у тебя стоит. Это минимум. Плюс еще на старте тариф у тебя включается 10, 15, 50, 60 рублей. И плюс еще страховку туда включают. Они там тоже могут рублей 100, 150 врубить вообще. Из-за этого люди, которые спешат куда-то и хотят проехать, они просто ручку газа отпустить не могут. Психологически просто. Из-за этого они проскакивают на красный, потому что каждая доля секунды дорога. Возможно, это объясняет то, что пользователи кикшеринга зачастую носятся на максимальной скорости и выжимают из прокатного транспорта все, что могут. При этом человек, который не соблюдает правила дорожного движения, опасен как для пешеходов, так и для водителей. Потому что некоторые любители самокатов выезжают на проезжую часть. И все-таки, беря в прокат электросамокат или управляя любым другим видом транспорта, нужно помнить, что ты несешь ответственность не только за свою безопасность, но и за здоровье людей вокруг тебя. С появлением новых средств передвижения появились и новые проблемы. Ведь люди разделились на два лагеря. Одни полностью за, другие полностью против. Наверное, решение этой проблемы кроется в ответственном и бережном отношении граждан, в знании правил дорожного движения. В итоге, для того, чтобы уравновесить ситуацию на дорогах, всем гражданам нужно помнить банальные правила. Соблюдать установленную скорость передвижения, быть предельно внимательными в пешеходных зонах и смотреть по сторонам. К другим темам.